У нас часто что называется визуализация памяти, но слово память, как и многие другие слова в русском языке, имеет много значений. Хотя бы два такие основные, что есть память как вот что-то принадлежащее мне, да, как форма видимости моей психики, как мои собственные воспоминания. И как бы если понимать шире, то как вот круг психических переживаний художника, с которыми он ведет в своей группе на разборке. А скорее как бы в нашем контексте, да, речь идет о памяти как индивидуальное какое-то смысле человека, да, как как-то историческое там, не знаю, основа ответственности все время звучит, просто, ну говоря, про изучение истории, да, про сохранение, про отношение к игр, к своей истории, да. И вот эти два разных виды памяти, два разных значения слова, это то, что есть статисты между искусством и культурой, да, то есть эти вещи, несмотря на то, что они все время как бы пересекаются и очень часто, значит, на уровне объекта им, да, как бы неразрешимы, да, и тем не менее вещи это разные. Вот если говорить про искусство, то оно, наверное, от эпохи зависит мало, в которой, значит, художник находится. Вадиму Шефтеру ничто не мешало в Камышке советских годов написать прекрасную книжку «Сестра печали», мое лично любимое произведение про блокаду. И независимо ли, и вряд ли ему особо как бы смущало, что он может, не может там каких-то фактов, да, упоминать, и что что-то он не может говорить, там, какие-то подробности блокадного опыта выдавать. Идя Гинзбург, записка блокадного человека, написанных тоже соответствующий пол, да, вполне, вот так, поднималась до высоких степеней абстракции, решала проблемы, в принципе, человеческого пола существования, там, когда человек оказывается один на один, там, своим, метафизикой, вот, и блокадным, там, ну, было материалом, да, школой, да, но никак не было. И не совсем это в речи, не то чтобы я, у меня, у меня, у меня, у меня, кришка хуже, чем у Испури Шефтера, да, ну, поскольку я здесь представлен сам как объект, то я свой опыт тоже, значит, ну, честь, еще не упоминать, да, вот, я когда сочинял свой роман, он называется «Пать и верить», вышел 10 лет назад, его можно найти в интернете, а на нашей выставке, может, да, речь, поиск, моя инсталляция, Я читаю из него 10 фрагментов. Это важная деятельность, которая на право время имеющая именно измерение исторической ответственности. И, конечно, очень ценно, что эта деятельность происходит сегодня в эту сложную эпоху. Не только потому, что на фоне оттуда становящегося все более монотонным, большого, единого голоса, хорошо важно, чтобы получали то, что здесь формулировано как тихие голоса. Но еще не потому, что чисто из каких-то практических вещей, потому что, может быть, поздно, что какие-то вещи могут быть потерянные, я понимаю, навсегда. И не потому, что государство, типа, вредное, так оно для всего вредное, но потерять оно может вещи не по этой причине, да, а по той причине, что оно очень бестолковое, что оно не образованное, оно не понимает, зачем нужны архивы, как все это работает, там все не устроено. И поэтому, значит, меня волнует большое респект. Вот сейчас создается новый музей блокады, который появляется вот в такое время, да, но он трастирует позицию государства, да. Позиция государства сегодня не содержательная, и даже еще вот как бы агрессивно не содержательная, да. И кто его знает, может быть, было бы даже и к лучшему, да, чтобы сейчас никакого нового музея не строили. Я посетил эту выставку, стоит выставка Петербурга для тех макетов нового музея. Я понял, что там их сегодня 10 штук. Я даже не смог как бы поймать точки, из которых я могу начать оценивать хорошо или плохо. И есть в принципе задача поставить на пустом месте большое каменное сооружение. И так далее Какudoato